Храбрая книга. Так называется первое благотворительное издание Александра Кикетенко. Написано специально для детей, проходящих длительное лечение. В книге шесть историй, которые заинтересуют как маленьких пациентов, так и подростков, а также их родителей. По идее Владивостокского автора для чтения понадобятся еще и разноцветные карандаши. Сразу задумали, что дети должны не просто читать, не просто слушать, но и вовлекаться в творчество. Потому что замечено уже и врачами, и психологами, когда ребенок погружается в творчество, он отвлекается от своей болезни, и это очень сильно положительно влияет на выздоровление. Книга наполнена иллюстрациями подопечных благотворительного фонда «Сохрани жизнь». Сделано это для того, чтобы ребенок не боялся профессионального изображения, а смело дополнял книгу своими рисунками. Нелли Абрамова в столь юном возрасте уже знает, что такое долго находиться в стенах больничной палаты и как важна поддержка извне. В основном все сказки «Добро побеждает зло». В данном случае у нас зло – это наша болезнь. А добро – это то, во что мы верим, и обязательно добро победит зло. Мы сейчас находимся в стадии ремиссии. Храбрая книга появилась благодаря проекту «Сказки на здоровье». В коллекции уже более 400 аудиосказок, озвученных людьми разных профессий, где взрослые на несколько минут становятся белочками, медвежатами и лисичками. Какая-то сила, удивился Семен. Вот гантели – это сила. Штанга – прямо силища. А книжка – что в ней сильного? С первых фраз несколько поколений приморцев узнают в этом голосе Наталью Винокурову. В прошлом – ведущую детской телепередачи «Сказка за сказкой». Сегодня она активно сотрудничает с благотворительным фондом «Сохрани жизнь». Я откликнулась на это хорошее дело. Я не могу чем-то другим помочь, а рассказать сказки малышам и ободрить их, и, в общем-то, вселить надежду в то, что обязательно все будет хорошо. Я могу. Первый тираж «Храброй книги» 100 экземпляров передадут в медицинские учреждения. Помочь в создании нового тиража можно, отправив пожертвования на интернет-страничке проекта «Сказки на здоровье». А в планах у фонда издания новой книги, но уже со сказками, которые напишут сами дети. Алина Черненко, Денис Вадеев. Новости на восьмом. Новости на восьмом. Продолжение следует...